Так, по ситуации на Донбассе, да? На Востоке. Позавчера приезжала группа людей, представителей Донецкой области, Донецкой и Луганской. То есть, следующее, их, их, их отношение к сложившейся ситуации. Итак, большинство протестов на Востоке Украины связано с тем, что люди на Востоке Украины не воспринимают власть, не принимают власть, которая сейчас, вернее, тех политиков, которые сейчас у власти управляют здесь, в Киеве. То есть, киевскую власть они не принимают, называют их хунтой. Но выбор же скоро. Но выборы же скоро президента. По выборам президента у них тоже свое мнение. То есть, они не видят лидера, который мог бы объединить страну. То, что их обвиняют в сепаратизме, они на это говорят следующее. Мы к России не хотим. То есть, люди на Востоке к России присоединяться не хотят. В большинстве это, скажем так, сделано для того, чтобы держать в напряжении население Украины. Вы знаете, в мутной воде легче рыбку ловить. То есть, там у нас опасность, там опасность. И люди напряжены, и они не могут сконцентрировать свое внимание на чем-то определенном, на других процессах, которые происходят непосредственно. То есть, как для отвлечения внимания. Дальше. По поводу сепаратизма. Есть ли там российские солдаты или нет? Тоже вопрос. Они четкого ответа не отвечают. Ну, не отвечают. Говорят, да, есть русские. Но, опять же, кто это, армия или наемники? Тоже непонятно. Куда люди оружие? Ну, оружие там не проблема. Там же очень много складов с оружием. Это раз. А второе, если посмотреть даже в ютюбе ролики, как ехали, допустим, едет автомобиль с оружием. Автоматы, гранатометы, гранаты. И, то есть, едет КАМАЗ. В нем водитель за рулем и один сопровождающий. И все. Останавливает группа из 10 человек местных жителей. И все. Они разоружают. То есть, таким образом, можно сказать, наша власть снабдила оружием. Как один из вариантов, да? То есть, или те, кто отправлял это оружие, напрямую переправляли этим людям, так называемым сепаратистам. То есть, назвать их сепаратистами, это можно называть людей только те, которые заявляют. Заявляют об отсоединении этой области к России. Но в большинстве случаев, то есть, и представители этой группы, которые приезжали в Киев, мне говорят, мы хотим жить в Украине. Но мы не хотим, чтобы была именно эта власть. То есть, они ее не признают, потому что. Она их не устраивает и ничего не меняется. Кто заварил эту всю кашу, тоже вопрос. Как одна из версий, озвученная этими людьми, то есть, там в Донецкой области якобы добывают сланцевый газ. На самом деле, там на определенном участке территории проходит шельф урановых песков. То есть, и всему причиной деньги. И из-за этого, получается, там делают такие заварушки, как же на русском будет. Вот и все. Проблема вся в деньгах. Я сам киевлянин. Я вам доношу ту информацию, которую я услышал на встрече с представителями Донецка. Здесь, в Киеве. То есть, люди, общественные организации, то есть, в том числе и Донецкой обладают действия, то есть, налаживают контакты, диалоги, ведут с восточными регионами. Потому что мы видим, что власть не очень принимает действия в этом направлении. То есть, вместо того, чтобы примирить людей и выяснить, чего хотят люди, начинается конфрактация и, то есть, раздел страны. То есть, нужно задаваться вопросом, кому выгодно разделить страну. У меня вопрос. Хоть же слухи, что в Усочной Украине, в частности, в Донецке, в Донбассе, есть ли какое-то подразделение чеченских войск, если я правильно формулирую. Вам что-то об этом известно? Нет, никакой достоверной информации на данный момент. Только предложение. По поводу чеченских войск информации не имею. Не скажу. Где чеченская внешность? Скажем так, кавказской национальности, да. Поэтому вопросы тоже не озвучивали и не говорили. То есть, говорят, есть наемники. То есть, из другого источника, еще из одного, да, действительно, там есть какие-то люди, но язык люди не могут определить. То есть, это не русский. То есть, кто там, что там. И мусульмане это, или кто тоже, люди не могут определить. Ну, то есть, говорю то, что знаю. Все. Конкретно ничего.